всем привет в эфире этнографика и сегодня мы продолжаем серию выпусков под названием черноморский фронтир об истории заселения черноморского побережья западного кавказа о черкесских предысториях и убыхских этих поселений и об их этническом составе в истории уже появление этих поселков с приходом разнообразных этнических групп в конце 19 начале 20 века и так сегодня наш путник отправляется от побережья вверх в горы в верхове реки шахэ к местечкам под званием саллахалу довольно известного туристов особенно вот поговорим об этой местности вообще было бы логично конечно писать о всей долине шахэ но дело в том что ее верховья и низовья они разделены довольно труднопроходимыми скалами поэтому фактически это два оторванных региона сегодня между ними нет прямой дороги столько по побережью поэтому мы поговорим о них отдельно прошлом на вот этих живописных горах и холмах вдоль дороги ведущей туда столь живописной находились довольно густонаселенное население это было пограничие земель убыхов и черкесов и адыгов из общества шапсугов по этой дороге проходил главный путь от побережья на северные равнины в том числе великий шелковый путь он известен сегодня как крупный туристический маршрут с переходом через горы на северные равнины он был известен и как древняя дорога по которой проходили купцы со своими товарами и об этом говорят минимум развалины средневековой крепости в окрестностях саллах аула и двух дозорных башен в окрестностях селения отраны сегодня в этих же местах находилась священная для всех местных народов роща ахына куда приходила самосшествующая корова ахына в одном из довольно важных культовых ритуалов прошлого они мы уже говорили в отдельном выпуске вот здесь вот по ссылочке можете посмотреть первым поселком от догомыса сразу за верхнюю русской хобзи о которой мы уже говорили в прошлом выпуске селение харциз 1 2 и отрадное но про харциз мы уже упоминали то что сюда селили некоторые верхнехобзинские поселки в советское позднесоветское время в прошлом на месте всех этих селений в совокупности находился большой ну скажем так аул компактно тогда не жили жили на огромных территориях разбросанными такими домиками особняками семейными так вот все это вот условно этот аул назывался старый кичмай по аналогии с большим кичмаем есть версия что в 1870 году когда семь четвертом году когда из веселого или по-другому еще лесное или псахово вот это таула кучи спускать после кавказской войны вот когда они возврат вернулись в долину шахе они основали внизу их веке шахе а лучше кичмай то есть в память о том старом кичмай откуда они были выселены ранее многие из представителей из этих групп само слово харциз обычно относят к чешкесскому и адыгскому роду харциз такой известный документов или по адыгский харциз интересный факт что территории современного современной донецкой области там в северном причерноморье есть поселение харциз на самом деле это вот к тем взаимосвязи временем возможно наемническим связи каким-то того позднего средневековья примерно в начале двадцатого века на пустующих землях оставленных прошлыми жителями отвели государство телом специальные какие-то учат такие участки для переселенцев и здесь обосновались русские семьи которые сегодня составляют большинство населения перечисленных поселков вместе с армянами и украинцами далее к востоку от шахе расположилась крупное население самого хау которая сегодня известна хорошо у туристов здесь растут одни из самых северных плантаций чая в мире здесь есть музей чая местного селекционера кошмана который жил до революции еще в этих местах если находится церковная пустынь и огромный парк развлечений с воздушными шарами собственно название салохау происходит от личного имени шалок или шаулух по если по адыгски говорить и по по узке будет одинаково даже порода была такая лошадей местного типа звала шалох и здесь конкретно жили три семьи относящиеся к одной из крупнейших ответвлений самой вот этой крупной влиятельной семьи берзеков рода берзеков у быкского здесь жил шалох берзеч или берзек их вот эти вот родовые территории родовые земли родовые владения они тянулись на огромные территории от современного большого кичмая внизу и шахе до реки бзогу на востоке включая ее берега почти 1700 гектар земли находилась в владениях этой родовой семьи современное поселение появилось на заброшенном участке в 1887 году берзеки все ушли со своими людьми в османскую империю в конце кавказской войны по приглашению властей пришли сюда крестьяне центральной россии и первое время оселение это называлось покровским и лишь постепенно с увеличением украинского населения в этих местах видоизменялось это название ста старое местечко шалох на украинский манер такой салох как салоха салох стал называться и отсюда появилось название салоха салохов ау в 1901 году как раз таки из украинцев происходящий селекционер по имени иуда кошман ну в данном случае скорее всего да он еврей просто происхождением с территории украины и в окрестностях селения он заложил первые плантации вот этого чая который на тот момент считали самыми северными в мире само селение покровская стала окончательно салохаула в 1921 году с приходом советской власти окончательно далее на восток от шахе расположились расположилась последнее населенное на сегодняшнее население зову на одноименной реке наиболее популярная версия перевода слова зову субыгского как срединная вода или пересыхающая вода река вот что такое примерно первые поселенцы на заброшенном участке появились только в 1907 году здесь и к революции здесь стояло уже несколько русских домов однако само поселение получила полноценный статус селения только в 1930-е годы с появлением здесь лесохозяйства колхоза лесничества и долго но все-таки не продержалась сегодняшний день по проживать всего там 12-15 человек и рядом с ним также в прошлом находилась селение бзыч еще на тоже одноименной реке где после кавказской войны в 1864 году стоял шахинский военный пост и обыска кордонная линия женатыми солдатами они там жили после ухода солдат в 1874 году в это место было заброшено фактически до приходят почти прихода советской власти в 1919 году здесь появились крестьяне русские которые продержались там всего буквально низкий советское время русские семьи в 1975 году оттуда ушли а до кавказской войны на этих территориях находилась довольно такое место напротив саллах аула другой стороны реки есть местечко тох аул называется это бывшее селение фамилии тох который используется сегодня только в хозяйственных целях выше по течению реки шахе заброшенные пашни и сады убыхов после кавказской войны заросли лесом кроме небольшого участка высоко в горах в верховьях реки который носит название сегодня бабу каул или бабуков до окончания кавказской войны найти территорию бабукова урочища жил довольно богатый крупный убыхский вождь из вот этого тоже главного их семейства берзека звали его хаджи бабуков али гирей сегодня его потомки довольно широко представлены в турции вот как раз посреди пашин и садов хаджи бабукова приходила находилась эта священная роща ахыновой коровы куда она приходила и где проводили ритуал посвященный культу ахына там же находился большой такой сложенный из камней и складки дом самого хаджи бабукова с конюшнями с террасой но он оказался разрушен конечно после войны достаточно быстро а все эти территории еще вот эти сады которые находились они достаточно долго еще использовались на самом деле местными жителями долгое время это место было заброшено в 1897 году его также определили для переселенцев центральных российских губерний и в 1904 году из подольской губернии сюда переселились первые семьи но они оказались меньшинством потом потому что в 1911 году сюда прибыли из румынской добруджи вернулись в россию некрасовские казаки которые ушли еще в 18 веке всего их было около 160 человек и в связи с их поселением здесь сам поселок получил название некрасовка на самом деле гражданская война очень губительно сказалось на этих поселенцах в эти годы многие из них продали дома денигинским офицерами и предпочли расселиться к своим родственникам которые в то время жили уже в эмеретинской долине эмеретинской долине и поселке головинка оставшиеся сопротивлялись долго 1929 году остатки некрасовцев большевики обвинили в за самозахвате земли и они оказали им сопротивление в связи с чем их принудительно оттуда выселили с применением армейских частей а все их имущество было конфисковано для замены жителей опустевшего селения большевики в тридцать первом тридцатом году переселили сюда часть колхозников из селения село хаул тоже организовались колхоз такое лесничество даже и это были именно переселенцы в основном украинцы но колхоз долго не продержался люди просто в этой далекой горной глуши не хотели оставаться и после войны они все покинули это селение в горах и вернулись обратно в откуда село хаул в основном 1981 году селения бабуков окончательно ликвидировали там осталось просто урочище и похожая история постигла рядом стоящий поселок шахе гузай на реке буши названы так по общему убыхскому названию верховье вообще реки шахе на буши назывался тоже и поселенцы продержались там вообще всего пять лет с 1913 по 1917 год еще на революции исчезла как таковое такова история вот этих верховьи реки шахе бурная достаточно следующем выпуске мы вернемся к морю и пойдем дальше в сторону северо-запада головинки к низовьем шахе а пока у меня все забывайте подписываться и нажимать на колокольчик что получать свежие уведомления о новых видео на этом канале и комментируйте ставьте лайки делитесь с друзьями буду рад видеть вас в числе спонсоров этого канала об этом как со спонсором подробно смотрите специальные вставки или в описании к данному видео на этом все увидимся в новых выпусках всем пока